Но ни в коем случае не надо пускать это еще раз. Двойка была. Я, например, удивляюсь, как можешь устоять. Только не видишь, не смотришь на бои. Вот ее повторяют. Вот он в атаке, и вот двоечка проходит. И здесь он расслабляется потом. И вот ответ сейчас должен быть. Двойка проходит. Вот он, опустил руки. Вы видели, да? Денис почему-то остался перед ним и чуть опустил руки. Все, моментально. Итак, последний раунд, уважаемые друзья. Великолепного боя. Я вас поздравляю с отличным зрелищем. Мы с вами видим воплощение своей мечты в жизнь. Я думал, что после этого боя будут, ну, яркие взрывы поляризации бокса в России. Ну, я хотел бы это, чтобы так произошло. Да, концовка последнего раунда, конечно, я вот... Вернул интригу. Не только интригу. Я вот почувствовал, что я не разочарован. А я почувствовал все равно, что ничего в боксе не понимаю. Вроде бы так, и тут же по-другому. Человек только еще не вышел из нокдауна, уже отправил нокдауну другого человека. Рой Джонс хочет повторить свою лоху. Снова, смотрите, он вызывает Дениса. Абсолютно сознательно. Снова опустил руку. Молодец, умудрился все-таки усыпить Дениса. Внимательность. В какой-то момент, да. Мелочь какая-то, казалось бы. Всего лишь этот удар. Денису сейчас надо начинать самому. Слишком большая пауза он берет. Что же. Надо отдать все силы. Вот бывает обидно, да, когда бой закончен, а ты еще чувствуешь, что не все отдам. Какие-то силы еще остались. Знаете, самое видно по всему, что Рой Джонс это не просто супер боксер, а человек с характером. Как правило, даже супер боксеры такого возраста, такого уровня отдают свои бои. Ну, понятно, ты уже немножко проигрываешь, да. Да, сдайся там, откажись после шестого, седьмого раунда. Он не просто не сдается, он еще может в любой момент сломить. Сейчас пойдет последняя минута, буквально 10 секунд осталось нашего великолепного боя, нашего великолепного вечера. Друзья, интрига, интрига еще сохраняется, я вам скажу. Хотя все мы, конечно, ждем победы нашего боксера. Денис доказывает, что он не сдал. Нет, 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 это не был удар, нет, нет. Это шуток через ногу. Еще раз, да, мастерство. Герой Джонс это все понимает, это сам улыбнулся, извинился. Да, и Смугер, ну, такая ситуация была во втором раунде. Удар незачительный и ногу подставил, получилось. Да. Как подсечка. И вот настолько... Да, поймал кураж все-таки последний. Я требую 11-го раунда. Последних двух раундов не хватает, конечно. Да, вы требуете продолжения банкета, я вас прекрасно понимаю. Легко смогли еще там провести. А бой заканчивается. Ой-ой-ой, вот это уже пропустил. Очень мощно. Ну, великолепная концовка. Давай, Денис, давай. Все. Это нокаут. Я в шоке. Я в шоке. Это то, чего ждала публика, да? Надо было раньше останавливать Снугеру. Неужели не было видно? Очень тяжелый нокаут, уважаемые друзья. Очень тяжелый нокаут. Неужели не было видно Снугеру, что на самом деле... Только-только мы его похвалили, да. В нокауте находится в стоячем. Да, он опустил голову. И последние два ударов. Даже Денис, надо дать должное Денису. Денис сделал шажок назад. Назад, да. И посмотрел на рейки. Делал совершенно правильно. Дал судье шанс рассмотреть. Очень тяжелый нокаут, друзья, посмотрите. Доволен Денис, доволен Костяков, условно. Легенда, такая легенда. И человек все-таки... Давайте смотреть повтор. Посмотрим, вот он, удар подбородок. Вот еще. И вот здесь он перестал. Нет, еще нет. Вот сейчас перестанет. Все, здесь два удара... Вот, вот здесь надо было останавливать бой. Этот удар не нужен, конечно, совершенно... Вот Смугер, и вот только он встал между ними. Да, пару ударов он мог предотвратить, конечно. Это было безусловно. Лишние, лишние были. Но вот прямо перед нами, уважаемые телезрители, сейчас вот вы этого не видите, вы смотрите повторы. Буквально в метре от нас колдует. Без сознания до сих пор, да? Он без сознания. Не-не-не, приходит в себя. Он приходит в себя, вот его поднимают, встает. Великолепный боксер, надо ему поаплодировать. Тут же его супруга рядом. Она только... Она была здесь в ринге рядом с ним. Как же надо любить бокс, или какие должны быть вообще мотивы, чтобы вот так продолжать, да, так рисковать своим вторым. Вот его жена. Мы сейчас увидели ее на телевизоре. На телеэкране. Да вот она прямо здесь перед нами была. Зрители не истоствуют. Они радуются победе Дениса Лебедева. Ну, конечно, мы все радуемся. А Рой Джонс не хватило совсем чуть-чуть, да? А мне вот интересно, кто бы сказал, какой был счет? До этого. Конечно. Рядом с вами сидит судья. Он не скажет, это еще секрет. Ну, так это один судья. А другие считали по-разному. Ну, мы постараемся с кем-то... Ну, не важно. Я думаю, что все равно... Владимира Хрюнова, она сейчас подошла в угол Рой Джонса. Хотя он для нас должен быть врагом, по сути, да? Ну, вот так вот. Да нет, но все понимают. Были в жизни в боксе. Правде в глаза посмотреть, все понимают. Уже все-таки Рой Джонс не тот. Я, например, врать не буду. Я болел, искренне болел и болею там за Дениса. Если честно, даже немножко расстраивался, когда там получались равные раунды. Но после вот того, что произошло, я сам себе задаю вопрос. А какое бы я хотел завершение? Да чтобы они добоксировали так. Почему-то вот внутренне. Ну, чтобы не было вот этой трагической концовки. Хотя я убежден, был бы в ринге, я бы сделал все то же самое, что Денисм. Даже когда посмотрел на рефери, там, то надо уже бить и добивать. Это любой бы сделал из боксеров. Ребята, освободите здесь помещение. А вот у Роя Джонса в его карьере, кстати, были случаи, когда он говорил, что он откровенно жалел соперника. Вот у него был бой, сейчас я вам скажу, с Майком Маккалном, боксером, который намного был старше него, завершал карьеру. И он мог его закончить боею уже даже там во втором, третьем раунде без разговора. И публика требовала от него этого. Он не стал делать, он дрался все 12 раундов. Он подверстия обструкции, публика свистала, но он не сказал, я не мог. Я даже не пойму, я разочарован или не счастлив. Ну, друзья, вы удовольствие от боя получили. Огромное, огромное, да, конечно. Вы не разочарованы. Все остались довольны. И у кранов телевизоров, и в залах. Ну, вот так великолепно заканчивается этот бой. Мы поздравляем Дениса. А я обращаюсь к вам, Дмитрий. Мы скоро ждем, что и вы также выйдете на ринг в главном бою. И думаю, что телезрители нашего канала так же с потерпением будут ждать вашего боя, которым вы очередной раз защитите свое звание. Успеха мы вам желаем. И огромное спасибо за то, что вы приняли участие в нашем сегодняшнем репортаже, в нашей трансляции. Спасибо, что пригласили. Денис, мы в прямом эфире. На России 2 искренне поздравления с победой. Где камера? Камера вот, Денис. Не только многотысячная аудитория здесь в Крылатском, но и вся Россия. Искренне поздравляем. Расскажите вас, как это было? Потому что все ждали чуть пораньше, но завершилось все, наверное, тогда, когда все-таки было нужно. Всему свое время, как говорится, я не настраивался пораньше. Я знал, что будет очень тяжело. И вы сами это все видели. Именно потому, что мы готовились именно к такому бою. Поэтому так все и случилось. Если бы мы настраивались на легкую победу. А вообще-то, кто ждал легкой победы, тот, наверное, в боксе вообще не один, а два нуля. Потому что Рой сказал все за себя давным-давно. Спасибо ему, спасибо всем, кто за меня болел. Спасибо сибирякам. Я передаю большой привет в Сибирь. У меня там очень много родственников. Украине всей привет. Слава ВДВ. Спасибо десантникам. Спасибо. Спасибо. Роджонс, дамы и господи, что вы думаете о этой велой борьбе? Я хотел сказать еще очень важную вещь, прошу не забывать, что я работал также с Валерием Ивановичем Беловым, с Владимиром Александровичем Лавровым, мой первый тренер Сергеем Евгений Николаевичем, мой папа, а с Костей мы просто подвели итоги и черту. Надеюсь, что у нас и дальше будет родотворная работа, будем радовать вас победами. Денис, Рой сказал, что не пропадет и еще вернется. И последний вопрос все-таки, да? Станцию Рой-Джонс Денис Лебедев проехал, что дальше? Это вопрос Владимиру Викторовичу. Владимир Викторович, что дальше? Приглашаю вас на следующий бой Дениса Александровича Лебедева в эту же самую арену. Думаю, что это будет бой за звание чемпиона. С кем? Теперь таких будет много. Ну что ж, уважаемые друзья, передаю слово нашим. Но впрочем, Костя Дзю. Костя, два слова, мы в прямом эфире. Человек, который подготовил в данном случае чемпиона Дениса Лебедева. Ну, собственно говоря, Денис, наверное, и все сказал. Рой сказал, что тоже, несмотря на то, что был побит, но получил удовольствие и еще вернется. Первый вопрос про соперника. Вернется ли Рой Джонс? Потому что некоторые говорят, пора заканчивать. Это все от него зависит. Я, опять же, какая мотивация? Где она, эта мотивация? За что? Зачем? За что? Что-то доказать. Он доказал всему миру, что он великий. Он великий человек был, есть и останется навсегда. Что касается Дениса Лебедева. Несколько слов про этого человека, которого подготовил, в том числе и Костя Дзю. По-моему, за 10 раундов наш парень еще вырос. Я получил удовольствие. Конечно, я был недоволен в некоторых раундах. Конечно, я был не до конца удовлетворен в том, что он делал. Но это факт. Последний факт. Наша победа. Наша победа, и она очень важна для нас. Еще я хотел бы сказать пару слов для Австралии. Все-таки, в данную секунду меня смотрят в Австралии. Привет, Австралия. Я люблю вас. Я думаю, что я сделал очень хороший job. Не только для нас, не для меня, для вас. И следующий факт будет Денис Грин. Получили огромное удовольствие от сегодняшнего боя. Ну а мы, ваши комментаторы, прощаемся с вами. Любите бокс, смотрите бокс на нашем телеканале. Держите удар, и удача всегда будет с вами. Как говорится, сэля ви, сэля бокс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому